Добрый день, уважаемые члены Совета Федерации, уважаемые депутаты Государственной Думы, уважаемые представители Республики Крым и Севастополя, они здесь среди нас, граждане России, жители Крыма и Севастополя. Ну что ж, послание начинается с продолжительной овации, я трудно припоминаю такую длину овации. Мало того, зал вставал и были даже слышны крики. Сегодня мы собрались к вопросу, который имеет жизненно важное значение, историческое значение для всех нас. 17 марта в Крыму состоялся референдум. Он прошел в полном соответствии с демократическими процедурами и международно-правовыми нормами. В голосовании приняло участие более 82% избирателей. Более 96% высказалось за воссоединение с Россией. Цифры предельно убедительные. Чтобы понять, почему был сделан именно такой выбор, достаточно знать историю Крыма. Знать, что значила и значит Россия для Крыма и Крым для России. В Крыму буквально все пронизало нашей общей историей и гордостью. Здесь древний Херсонес, где принял крещение святой князь Владимир. Его духовный подвиг, обращение к православию предопределили общую культурную, ценностную, цивилизационную основу, которая объединяет народы России, Украины и Белоруссии. В Крыму могила русских солдат, мужеством которых Крым в 1783 году был взят под российскую державу. Крым – это Севастополь, город-легенда, город-великой судьбы, город-крепость и родина русского черноморского военного флота. Крым – это Балаклава и Керчь, Малахов, Курган и Сапун-гора. Каждое из этих мест свято для нас. Это символы русской воинской славы и невиданной доблести. Крым – это уникальный сплав культур и традиций разных народов. И этим он так похож на Большую Россию, где в течение веков не исчез, не растворился ни один этнос. Русские и украинцы, крымские татары и представители других народов жили и трудились рядом на Крымской земле, сохраняя свою самобытность, традиции, язык и веру. Кстати, сегодня из 2 миллионов и 200 тысяч жителей Крымского полуострова почти полтора миллиона русских, 350 тысяч украинцев, которые преимуществом насчитают русский язык своим родным языком, и порядка 290-300 тысяч крымских татар, значительная часть которых, как показал референдум, также ориентируется на Россию. Да, был период, когда крымским татарам, так же, как и к некоторым другим народам СССР, была проявлена жестокая несправедливость. Скажу одно, от репрессий тогда пострадали многие миллионы людей разных национальностей, и прежде всего, конечно, русских людей. Крымские татары вернулись на свою землю. Считаю, что должны быть приняты все необходимые политические, законодательные решения, которые завершат процесс реабилитации крымско-татарского народа. Решения, которые восстановят их права, доброе имя в полном объёме. Мы с уважением относимся к представителям всех национальностей, проживающих в Крыму. Это их общий дом, их малая родина. И будет правильно, если в Крыму, и я знаю, что крымчане это поддерживают, будет три равноправных государственных языка – русский, украинский и крымско-татарский. Уважаемые коллеги, в сердце, в сознании людей Крым всегда был и остаётся неотъемлемой частью России. Эта убеждённость, основанная на правде и справедливости, была непоколебимой, предавалась из поколения в поколение. Перед ней были бессильны и время, и обстоятельства. Бессильны все драматические перемены, которые мы переживали, переживала наша страна в течение всего XX века. После революции большевики по разным соображениям, пусть богом будет судья, включили в состав Украинской Союзной Республики значительные территории исторического юга России. Это было сделано без учёта национального состава жителей. И сегодня это современный юго-восток Украины. А в 1954 году последовало решение о передаче в её состав и Крымской области. Заодно передали и Севастополь, хотя он был тогда союзного подчинения. Индикатором и инициатором был лично глава Коммунистической партии Советского Союза Хрущёв. Что им двигало? Стремление заручиться поддержкой украинской номенклатуры или загладить свою вину за организацию массовых репрессий на Украине в 30-е годы? Пусть с этим разбираются историки. Для нас важно другое. Это решение было принято с очевидными нарушениями действовавших даже тогда конституционных норм. Вопрос решили кулуарно, между собойчиком. Естественно, что в условиях тоталитарного государства у жителей Крыма и Севастополя ни о чём не спрашивали. Просто поставили перед фактом. У людей, конечно же, и тогда возникали вопросы, с чего это вдруг Крым оказался в составе Украины. Но по большому счёту, нужно прямо об этом сказать, мы все это понимаем, по большому счёту это решение воспринималось как некая формальность. Ведь территории передавались в рамках одной большой страны. Тогда просто невозможно было представить, что Украина и Россия могут быть не вместе, могут быть разными государствами. Но это произошло. То, что казалось невероятным, к сожалению, стало реальностью. СССР распался. События развивались столь стремительно, что мало кто из граждан понимал весь драматизм происходивших тогда событий и их последствий. Многие люди и в России, и на Украине, да и в других республиках надеялись, что возникшее тогда Содружество независимых государств станет новой формой общей государственности. Ведь им обещали и общую валюту, и единое экономическое пространство, и общие вооружённые силы. Но всё это осталось только обещаниями. А большой страны не стало. И когда Крым вдруг оказался уже в другом государстве, вот тогда уже Россия почувствовала, что её даже не просто обокрали, а ограбили. Вместе с тем, надо тоже откровенно признать, что и сама Россия, запустив парад суверенитетов, способствовала развалу Советского Союза. А при оформлении распада СССР забыли и про Крым, и про главную базу Черноморского флота Севастополь. Миллионы русских легли спать в одной стране, а проснулись за границей. В одной части оказались национальными меньшинствами в бывших союзных республиках. А русский народ стал одним из самых больших, если не сказать самым большим, разделённым народом в мире. Сегодня, спустя уже много лет, я слышал, как кромчане совсем недавно говорят, что тогда, в 1991 году, их передали из рук в руки, просто как мешок картошки. Трудно с этим не согласиться. Российское государство, что же оно, ну что Россия, опустило голову и смирилось, проглотило эту обиду. Наша страна находилась тогда в таком тяжёлом состоянии, что просто не могла реально защитить свои интересы. Но люди не могли смириться с вопиющей исторической несправедливостью. Все эти годы и граждане, и многие общественные деятели неоднократно поднимали эту тему. Говорили, что Крым – это исконно русская земля, а Севастополь – русский город. Да, всё это мы хорошо понимали, чувствовали и сердцем, и душой, но надо было исходить из сложившихся реалий и уже на новой базе строить добрососедские отношения с независимой Украиной. А отношения с Украиной, с братским украинским народом были и остаются и всегда будут для нас важнейшими, ключевыми, без всякого преувеличения. Сегодня можно открыто говорить и хочу с вами поделиться деталями переговоров, проходившими в начале 2000-х годов. Тогда президент Украины Кучма попросил меня ускорить процесс делимитации российско-украинской границы. До тех пор этот процесс практически не двигался. Россия вроде признала Крым в части Украины, но переговоров о делимитации границ не проводилось. Понимая все сложности этого процесса, тем не менее, я сразу дал указание российским ведомствам активизировать эту работу. Работу по оформлению границ. Чтобы было понятно всем, соглашаясь на делимитацию, мы фактически и юридически признавали Крым украинской территорией. Тем самым окончательно закрывали этот вопрос. Мы шли на встречу Украине не только по Крыму, но и по такой сложнейшей теме, как разграничение акватории Азовского моря и Керченского пролива. Из чего мы тогда исходили? Исходили из того, что хорошие отношения с Украиной для нас главные. И они не должны быть заложником тупиковых территориальных споров. Но при этом, конечно, рассчитывали, что Украина будет нашим добрым соседом, что русские и русскоязычные граждане на Украине, особенно на её юго-востоке, и в Крыму будут жить в условиях дружественного, демократического, цивилизованного государства. Что их законные интересы будут обеспечены в соответствии с нормами международного права. Однако ситуация стала развиваться по-другому. Раз за разом предпринимались попытки лишить русских исторической памяти, а под честь родного языка сделать объектом принудительной ассимиляции. И, конечно, русские, как и другие граждане Украины, страдали от постоянного политического и государственного перманентного кризиса, который сотрясает Украину уже более 20 лет. Понимаю, почему люди на Украине хотели перемен. За годы самостийности, независимости, власть, что называется, их достала, опостылила просто. Менялись президенты. Менялись президенты, премьеры, депутаты Рады, но не менялось их отношение к своей стране и к своему народу. Они доили Украину, дрались между собой за полномочия, активы и финансовые потоки. При этом власть придержащих мало интересовала, чем и как живут простые люди. В том числе, почему миллионы граждан Украины не видят для себя перспектив на родину и вынуждены уезжать за границу на падённые заработки в другие страны. Хочу отметить не в какую-то силиконовую долину, а именно на падённые заработки. Только в России в прошлом году их работало почти 3 миллиона человек. По некоторым оценкам, объём их заработка в 2013 году в России составил более 20 миллиардов долларов. Это порядка 12% ВВП Украины. Повторю, хорошо понимаю тех, кто с мирными лозунгами вышел на Майдан, уступая против коррупции, неэффективного госуправления, бедности. Право на мирный протест, демократические процедуры, выборы для того и существуют, чтобы менять власть, которая не устраивает людей. Но те, кто стоял за последними событиями на Украине, преследовали другие цели. Они готовили государственный переворот. Очередной. Планировали захватить власть, не останавливаясь ни перед чем. В ход были пущены и террор, и убийства, и погромы. Главными исполнителями переворота стали националисты, неонацисты, русофобы и антисемиты. Именно они во многом определяют и сегодня ещё, до сих пор, жизнь на Украине. Первым делом новые так называемые власти внесли скандальный законопроект о пересмотре языковой политики, который прямо ущемлял права национальных меньшинств. Правда, зарубежные спонсоры этих сегодняшних политиков, кураторы сегодняшних властей сразу одёрнули инициаторов этой затеи. Они-то люди умные, надо отдать им должное, и понимают, к чему приведут попытки построить этнически чистое украинское государство. Законопроект был отложен, отложен в сторону, но явно про запас. О самом факте его существования сейчас умалчивается, видимо, в расчёт на короткую человеческую память. Но уже всем стало предельно ясно, что именно намерены в дальнейшем делать украинские идейные наследники Бандеры, приспешника Гитлера во время Второй мировой войны. Ясно и то, что легитимной исполнительной власти на Украине до сих пор нет. Разговаривать не с кем. Многие госорганы узурпированы самозванцами. При этом они ничего в стране не контролируют. А сами, хочу это подчеркнуть, часто сами находятся под контролем радикалов. Даже попасть на приём к некоторым министрам нынешнего правительства можно только с разрешения боевиков Майдана. Это не шутка, это реалия сегодняшней жизни. Тем, кто сопротивлялся путчу, сразу начали грозить репрессиями и карательными операциями. И первым на очереди был, конечно, Крым. Русскоязычный Крым. В связи с этим жители Крыма и Севастополя обратились в Красиве с призывом защитить их права и саму жизнь. Не допустить того, что происходило, да и сейчас ещё происходит и в Киеве, и в Донецке, и в Харькове, и в некоторых других городах Украины. Разумеется, мы не могли не откликнуться на эту просьбу, не могли оставить Крым и его жителей в беде. Иначе это было бы просто предательством. Прежде всего... Прежде всего нужно было помочь создать условия для мирного, свободного волеизъявления, чтобы крымчане могли сами определить свою судьбу в первый раз в истории. Однако, что же мы слышим сегодня от наших коллег из Западной Европы и Северной Америки? Нам говорят, что мы нарушаем нормы международного права. Во-первых, хорошо, что они хоть вспомнили о том, что существует международное право. И на том спасибо. Лучше поздно, чем никогда. Но и во-вторых, самое главное, что же мы якобы нарушаем. Да, президент Российской Федерации получил от Верхней Палаты Парламента право использовать вооружённые силы на Украине. Но этим правом, строго говоря, пока даже не воспользовался. Вооружённые силы России не входили в Крым. Они там уже и так находились в соответствии с международным договором. Да, мы усилили нашу группировку. Но при этом, хочу это подчеркнуть, чтобы все знали и слышали, мы даже не превысили предельные штатные численности наших вооружённых сил в Крыму. А она предусмотрена в объёме 25 тысяч человек. В этом просто не было необходимости. Далее, объявляя о своей независимости, назначая референдум, Верховный Совет Крыма сослался на Устав Организации Объединённых Наций, в котором говорится о праве нации на самоопределение. Кстати, и сама Украина, хочу это напомнить, объявляя о выходе из СССР, сделала то же самое, почти текстуально то же самое. На Украине воспользовались этим правом, а крымчанам в нём отказывают? Почему? Кроме того, крымские власти опирались и на известный косовский прецедент, прецедент, который наши западные партнёры создали сами, что называется, своими собственными руками. В ситуации абсолютно аналогичной крымской признали отделение Косова от Сербии легитимным, доказывая всем, что никакого разрешения центральных властей страны для одностороннего объявления независимости не требуется. Международный суд ООН на основе пункта 2 статьи 1 Устава Организации Объединённых Наций согласился с этим и в своём решении от 22 июля 2010 года отметил следующее. Привожу дословную цитату. «Никакого общего запрета на одностороннее провозглашение независимости не вытекает из практики Совета безопасности». И далее. «Общее международное право не содержит какого-либо применимого запрета на провозглашение независимости». Всё, как говорится, предельно ясно. Я не люблю обращаться к цитатам, но всё-таки не могу удержаться. Ещё одна выдержка из ещё одного официального документа. На этот раз это письменный меморандум США от 17 апреля 2009 года, представленный в этот самый Международный суд в связи с сослушаниями по Косово. Опять процитирую. «Декларации о независимости могут, и часто так и происходит, нарушать внутреннее законодательство. Однако это не означает, что происходит нарушение международного права». Конец цитаты. Сами написали, раструбили на весь мир, нагнули всем, а теперь возмущаются. К чему? Ведь действия крымчан. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ